Всем привет, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать в своем новом влоге. Ну что ж, я уже вернулась в Россию, и поэтому в этом влоге вас ждет череда моих каких-то рабочих будней, поездок, мероприятий. Я знаю, что многие скучали именно по такому формату видео, я на самом деле безумно счастлива быть дома. Последние две недели, что я здесь, у меня, конечно же, из-за того, что нас долго не было дома, накопилось огромное количество каких-то дел, дедлайнов, и я это все в таком процессе стараюсь реализовать. Скажу честно, у меня после этой поездки огромное количество заряда энергии, прям такой прилив сил я ощущаю, и поэтому стараюсь, знаете, успеть, так скажем, везде. Пока что у меня это получается, но, возможно, что этот влог получился немного сумбурным, прошу это понять и простить. Обещаю, что буду стараться делать видео чуть более структурированные, возможно, чуть менее объемные по формату, но, действительно, последние дни были очень насыщенные, мне хотелось как можно больше заснять и показать вам. Надеюсь, что влог вам понравится, и перед тем, как приступить, не забывайте поставить пальчик вверх, потому что это моя самая главная мотивация. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, то нажимайте кнопку подписаться прямо сейчас. Ну и всем приятного просмотра! Ну что, я сейчас нахожусь в Москве, буквально два дня назад я вернулась после нашей долгой поездки по Европе, и, как вы видите, уже сразу же приступила к следующим перелетам. На самом деле, безумно счастлива окунуться так быстро в рабочий процесс. Я, на самом деле, всегда думаю, что после поездки нужно дать себе хотя бы денечек, чтобы прийти в себя, но и в этот раз у меня тоже не получилось дать себе этот денечек, потому что очень было много запросов на работу со мной, и я, конечно, знаете, так счастлива, и меня это так заряжает, что я подумала, ладно, отдохну как-нибудь потом. В общем, полетела я в Москву на мероприятие вместе с Золотым Яблоком, сегодня буду работать в ТЦ Метрополис, мне кажется, знаете, поездки в Москву одни из моих самых любимых, потому что тут всегда какой-то невероятный заряд в плане от города, конечно же, от встречи с вами, и плюс у меня здесь всегда очень много встреч по работе, а также с близкими. Сегодня после работы я также встречаюсь со своей подругой, мы с ней выходим поужинать, посередине, болтать, потому что мы не виделись с конца декабря, и всё-таки, знаете, живое общение, его ничем не заменить, никакими кружочками в Телеграме, аудиосообщениями, это всё не то, поэтому сегодня после мы обязательно с ней встретимся. Улетаю я обратно в Екатеринбург уже завтра днём, и там я тоже, конечно же, буду всё снимать, потому что в Екатеринбурге нас сейчас ждёт, знаете, такое налаживание процессов. Я всё-таки обещала вам рум-тур, и я думаю, что наконец-таки мы сейчас придём в квартиру в должное состояние, разберём оставшиеся коробки, и рум-туру, я думаю, что на моём канале быть. Ну а в этом влоге я вам просто покажу, как проходит череда моих рабочих, а также домашних будней. Впервые, мне кажется, моя рабочая косметичка, точнее командировочная, состоит, правда, только из миниатюр. Я всегда что-то беру полноразмерное, но в этот раз так получилось, что я распаковала какие-то рассылки от брендов, от магазинов, которые были за последнее время, и насобирала вот именно классные миниатюры. В общем, у меня вот моё любимое гидрофильное масло, вот Эломис, очень сильно его люблю, и у меня закончилась полноразмерка, поэтому я обязательно закажу полную версию себе домой. Попробовала вот такой вот гель Атурияш, приятный, не сильно пенится, но не сушит кожу, и приятно облажняющие такие ощущения после. Тоник Пикси, к сожалению, совсем заканчивается, надо было мне его купить, пока была в Европе, потому что в плане размера, а также эффекта, наверное, ему нет равных. Далее, сыворотка Кадали, дальше крем для глаз, тоже от бренда Кадали, и крем для лица, также от Кадали. Также взяла себе попробовать вот эти вот ампулы от Бабр, я как-то уже пробовала, и, если честно, я абсолютно их не поняла. Вот здесь у меня три разные, такие вот, одна прямо, видите, Perfect Glow, посередине очень сияющая, может быть, нанесу её сегодня, посмотрим. Ну, собственно, всё, сейчас у меня патчи от бренда Sensai, тканевые, сделала масочку, масочку уже сняла, и сейчас буду наносить весь основной уход. Итак, мой завтрак, сегодня шакшука, овощи, рыбка и хлеб. Ну что, друзья, я уже собралась, у меня такой небольшой хаос на фоне, потому что собирался, как обычно, быстро. На мне сегодня вот такой укороченный жакет и юбка в очень красивом А-силуэте от российского бренда Умярова. Надела с сапогами Louis Vuitton, и думаю, что возьму с собой ещё новые туфельки от Celine, может быть, переодену, и буду работать в них на мероприятии. Из аксессуаров добавила просто свои любимые серёжки от Dior, и, собственно, вылетаю в магазин. Так, ну что, я уже в магазине, как нас встречает золотой яблок. Всегда просто максимально красивая накрытая, как говорится, поляна, ягодки, шампанское. И я сейчас подготовлю себя, немножко приеду в порядок, выпью кофеечек и готова выходить. Красить девчонок, я уже видела, там очередь, и я безумно счастлива. Так, ну что, идём работать. Смотрите, какая красота в золотом яблоке, просто невероятно. Так всё располагает сразу к покупке. Сейчас вам покажу, сколько ко мне девчонок пришло. Здравствуйте, 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 здравствуйте. У-ху-ху-ху-ху. Всем привет. Это я снимаю немножко во влог. Ну что, время вечер. Как я и говорила вам, встреча с подругой. Пожалуйста, бокальчик, возьми в руку. Здравствуйте. Ой, она повернула. Вот так. Мы в заведении, которое называется Блонди. Очень красиво. Здесь безумно красивая подача. Подождите. Подождите. Контент. Фанат не такой включить. Отлично, давайте. Красиво. Сейчас будет вкусно. Спасибо. Это очень хорошо. Доброе утро, друзья. В общем, вчера был очень веселый вечер. Как вы могли понять по этим сумбурным съемкам. Но мы прям классно провели время. Встретились с создателем этим заведением, в котором вчера были. Познакомились поближе, потому что были друг на друга подписаны в Инстаграме. И спустились к ним в бар. Поэтому, если вы живете в Москве, очень рекомендую Блонди. Сейчас пришла на встречу в заведении Лоу-Лоу. Вы часто спрашиваете меня про заведение, которое мне нравится в Москве. Пока я ничего не пробовала, но, на первом взгляд, здесь очень красиво. Вот, покажу вам видео. Мы пришли на завтрак, поэтому я хотела кашу, но здесь я вижу только пшеную, либо цельнозерновую с грибами. Я хотела овсянку, но ее здесь нету. Поэтому выберу, как обычно, яйца. Друзья, я уже в самолете, лечу домой. Безумно наполненная, счастливая. Все-таки живые встречи со своей вирторией – это невероятнейший заряд эмоциями, силами, вдохновением. Я такая, знаете, окрыленная, несмотря на мрачную и очень серую погоду за окном. Просто вот в Москве все дни, пока я была, каждый день сильные дожди. Но меня это абсолютно не огорчает. И, вы можете, сейчас посмотрю какой-нибудь фильм, немножечко расслаблюсь и буду наслаждаться полетом. Так, первым делом после прилета я сразу же с мужем поехала в продуктовый магазин. И закупаемся мы, так сказать, на несколько дней вперед. Сейчас вам покажу, что в моей корзине. Здесь настоящий детокс-набор. Ну, на самом деле, просто пока что только овощи и фрукты. Сейчас надо взять пару упаковок томатов. Я вот люблю очень такие томаты черри медовые. Грибочки у меня есть. Перец. В последний раз брала, и какой-то он был весь гнилой. И невкусный. Надеюсь, что эти нормальные. В общем, мы сейчас будем питаться дома. Точнее, я буду готовить еду с собой. Хочется домашнего питания, чистого, налаженного. Поэтому буду вам показывать, что мы едим. Главный спортсмен на все тренировки, каждый день, вовремя. Один из первых. Сам, сам. Что ты сладости? Что ты сладости носа? О, маленький. И так всегда. Доброе утро всем, друзья. У меня сейчас ритуалы получения просто кислорода. Потому что делаю сейчас маску. Вот такая от бренда Stellar. Недавно пришла очень классная пиар-рассылка. И я сейчас стараюсь сразу же пиар-рассылки распаковывать, показывать. И вот тестировать, так скажем. Поэтому масочка после душа. Стакан воды. И до этого у меня была тренировка. Вы знаете, я поняла, что домашние тренировки у меня были на постоянной основе. Наверное, в декабре месяце. Сейчас как бы у нас заканчивается март. Этот флот, скорее всего, выйдет в апреле. Поэтому вы понимаете, какой был перерыв. Конечно же, у меня были физические активности. В виде пробежек в Таиланде. Я занималась в зале на Бали очень часто. Каталась на сноуборде, когда мы путешествовали по Европе. Но именно вот таких вот домашних, интенсивных достаточно тренировок не было давно. И у меня уже третья тренировка на этой неделе. Скажу честно, дается мне это достаточно сложно. Я сейчас возвращаюсь в свою привычную спортивную рутину. К своему привычному питанию. И ощущаю, как тяжело перестраиваться. Но я понимаю, что нужно лишь, так сказать, переждать. Дать организму привыкнуть. И все опять будет, так скажем, хорошо и легко. То есть я получаю удовольствие по-прежнему, естественно. Но просто организму и телу, точнее. Такое, знаете, оно неподвижное, не сгибается. В общем, сейчас сниму маску, будем готовить завтрак. И я вам покажу, что, собственно, мы купили в продуктовом. И из чего состоит мой холодильник. Давайте сделаем обзор холодильника. Этого еще у нас с вами не было. Итак, в общем, из такого, знаете, на обед. У меня здесь фитнес-стейки из телятины. Я думаю, что я буду делать его в мультиварке. Также рыбка, лосось. Люблю делать его на гриле. На завтрак всегда авокадо. Купила мандарины из фруктов, ягоды. Значит, здесь у меня уже лежит готовая курица, которую я вчера приготовила. Точнее, индейка. К овощам иногда я люблю добавлять хумус. Греческий йогурт. Пока не открывала, но планирую как-нибудь сделать его с ягодами. Микрозелень гороха, шпинат, грибы. Я люблю их добавлять либо в яичницу утра, либо на ужин, например, на сковороде, как креветка. Бананы и голубика. Так, ну здесь, значит, для мужа кинут, сырки, яйца. И здесь очень много овощей, друзья. То есть сейчас я стараюсь добавлять их к каждому приему пищи. В достаточно большом количестве. Килоботат, баклажан и кабачок. Хочу сделать их тоже так же в мультиварке, возможно, вместе с телятиной. И, кстати, из приправ, точнее, из соусов, вы меня часто спрашиваете, я просто иногда добавляю кокосовое молоко. Вот такое покупаю. И добавляю буквально пару ложек для того, чтобы получился такой, знаете, яркий, насыщенный вкус. Правда, получается безумно вкусно. Собственно, я уже готовлю завтрак. И сейчас на сковороду добавила немного кабачка, один шампиньон. И залью сейчас вот все яйцами. Будет такой, знаете, омлет. Теперь время кофе. Боже, как приятно готовить дома. Красивую чашечку. Кружечку кофе. Сок из сельдерея. Давно хотела начать его пить по утрам. Вот такой омлет, куча зелени и полтоста с авокадо. У мужа вот порция тоже. Тост побольше, но зелень поменьше. Так, посмотрите, в какой я красивой локации, в яркой. Я без макияжа, друзья, все еще, потому что сейчас пришла на съемки. Мы сегодня работаем с золотым яблоком в Екатеринбурге и снимаем для них YouTube. Буду делать трендовый весенний макияж к ним на канал. Ну, а потом обязательно, обещаю вам, сниму их себе на канал тоже. Такая палетка красивая. Сейчас вам покажу. Посмотрите. Весенний макияж мы будем делать при помощи палетки бренда Revolution. Так что ждите до после. Так, ребят, ну что, смотрите, какой мейк получился. Такой фиолетово-розовый. Очень красиво. Классные лайнеры использовала сегодня. Классную палетку использовала. В общем, смотрите это видео на канале за я. И я побежала. Ну что, продолжаю с вами делиться своими буднями. И сегодня хочу показать свой ужин. Потому что я постоянно показываю завтраки. Потому что действительно утренняя вообще рутина, готовка. И вот это вот время перепрождение меня очень вдохновляет. И всегда хочется сделать что-то красивое, подснять, подзалитовать. Но я получаю миллион запросов касательно того, что я еду вечером. И вот сейчас как раз таки я пришла. Сегодня пятница вечер. Знаете, честно, мне хотелось выпить бокал вина и просто что-нибудь заказать. Но я подумала, ладно, хватит этих вот ресторанных блюд. Потому что все-таки хочется привести себя в форму. Во-первых, до лета осталось ровно два месяца, друзья. Во-вторых, я тут поняла, что у меня через полтора месяца юбилей. Мне исполняется 30 лет. Вы представляете? Я пока в это не верю. И хочется, знаете, в этот возраст войти в самой наилучшей, прекрасной форме. С классным самоощущением. С пониманием, что да, именно так я себя и представляла. Вот, поэтому работаем над фигурой, над состоянием и, в общем, над всем остальным. Собственно, поэтому я сейчас стою у плиты и готовлю вкусный, ароматный, легкий ужин. И покажу его вам. Пойдемте! У нас сегодня была уборка, поэтому... Все очень чисто, все прям красивенько. Видите, у меня тут стоит телефон со штативом. Я снимаю в Телеграм этот рецептик. В общем, все очень просто. Кабачки. Потом немного шампиньонов. Немножко обжариваю на оливковом масле, добавляю приправы по вкусу. И сейчас буду готовить здесь еще рыбку. Стейк лосося. Так, друзья, в общем, здесь в итоге оказались креветки, потому что рыба, которую я планировала сегодня приготовить, испортилась! Вы представляете? Поэтому жарю креветочки. Я думаю, у меня их больше, но сколько есть. Я добавлю туда немножко приправ. И это все. Кабачки и шампиньончики уже выложила. Сейчас порежу свежих овощей. И, собственно, такой быстрый и легкий ужин. Сейчас я буду выкладывать овощи. Собственно, я немножко порезала красного перчика. Обожаю шпинат. Листья салата. Айсберг, по-моему. И вот такой вот ужин готов. Так, у нас сейчас 22.02. Да. В общем, время ужина для меня не имеет никакого вообще значения, если я хочу есть. Я ем, просто стараюсь не наедаться плотной тяжелой пищей перед сном, потому что я тогда очень плохо сплю и, честно, не высыпаюсь. А вот такой ужин, я после него даже, мне кажется, останусь чуть-чуть голодная. И вот с легким чувством голода я больше всего люблю засыпать. Потому что тогда я высыпаюсь и легче встаю рано, потому что чувствую это чувство, чувствую чувство. Ощущаю чувство голода. Хочу поскорее побежать на кухню и приготовить завтрак. Но, скорее всего, сначала будет тренировка. Так что, вот такие мои принципы подготовки к лету. Больше об этом я опишу и делюсь, собственно, с вами каким-то результатом в своем телеграм-канале. Поэтому, если вы на него не подписаны, то обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео. И welcome. Мы там каждый день с девчонками общаемся и делимся полезной информацией. Доброе утро, друзья. Ну что, у нас сегодня суббота. Проснулась я сегодня в 8. Решила не заниматься, не тренироваться, просто отдохнуть. Потому что вчера я впервые была на йоге. Наверное, за, не знаю, мне кажется, последние лет 10. Я ходила на аингар-йога. Да, аингар-йога, по-моему, так это называется. В общем, это такой достаточно классический вид йоги. Тренировка была 2 часа. И она была, знаете, такая очень интенсивная, силовая. Я безумно устала. И сегодня я проснулась с ощущением, что у меня болит огромное количество мышц. Но при этом я чувствую невероятное расслабление в спине. Плюс я записалась на бокс. Я говорила на телеграм-канале, что я хочу на йогу и на бокс. И спросила, что со мной. Биполярка. Но просто много энергии. Поэтому хочется ее куда-то сейчас, знаете, так грамотно направить. Поэтому в следующую неделю я иду на бокс. Буду вам тоже там снимать свои тренировки. Взяла сейчас индивидуальный тренинг. Потому что понимаю, что хочется немножко сначала, во-первых, войти в форму. Вспомнить вообще все моменты. Потому что я какое-то время занималась. Мне очень нравилось. И поэтому решила продолжить. Сегодня я хочу сходить посмотреть бренд одежды Present Simple. Он у нас открылся, мне кажется, в Екатеринбурге не так давно. Я зашла к ним на сайт. Мне понравилось много каких-то базовых позиций. Завтра тоже хочу сходить еще в один магазин, который называется Outfit. Если вы смотрите мои блоги, то вы знаете, что я часто достаточно в Екатеринбурге к ним захожу. Плюс сегодня мы хотим съездить на ужин к моей маме. Мы очень давно с ней не виделись. Я безумно по ней соскучилась. И, короче, сейчас буду делать уход. Я только что нанесла тоник. Тоник у меня сейчас вот такой от бренда Cosmetics. Называется он Benefit Balance. Антиоксидантный тонизирующий мист. То есть это как бы тоник в формате миста, что очень удобно. Далее. Далее я хочу взять сыворотку. Сыворотку я сейчас использую. Don't touch my hydration. Я вам ее показывала в блоге из Cermat. Продолжаю ее использовать. Очень нравится текстура. Такая, знаете, кремообразная. Она флюидная, не перегружающая. И мне кажется, что она правда отлично работает. Потому что кожа с ней прям такая мягкая. Что касается крема под глаза на утро. Я использую такой от UltraCuticals. У меня заканчивается. Хороший, базовый, ежедневный увлажняющий крем для зоны вокруг глаз. Вот прям, знаете, какого-то... Не то чтобы вау-эффекта. Но вот эффекта здесь и сейчас. Возможно, вы не ощутите. Но мне кажется, что UltraCuticals и вообще вот такие профессиональные косметологические бренды направлены как раз-таки на пролонгацию. Поэтому вот. И что касается крема увлажняющего, то я сейчас использую такое от Dalba. Это крем точно такой же, как и двойной, где сыворотка и крем по отдельности. Но в равномерной пропорции, если у вас кожа нормальная, комбинированная, то, мне кажется, вот это идеальный вариант. Здесь 60 мл. Выдавливаете. Все очень удобно. Так вот распределяю. И наношу. У меня мама обожает этот крем. Она любит мне двойную версию. Она еще не пробовала вот такую. По-моему, у меня дома есть еще одна упаковка двойного крема. И я к ней сегодня поеду. И поеду к ней с дарами. Во-первых, палетку теней, наконец-таки, отдам, которую я из Милана везла от Chanel. Какой-то уход. Плюс она попросила тона. У меня в студии, так как бренды, конечно, много присылают. У меня и дома много косметики. И в студии. Поэтому я всегда спрашиваю, что тебе нужно. Выбираю для нее все самое лучшее. И отправляю ей. Так что вот. Пошла собираться делать укладку на свой новый стайлер. Который мне безумно нравится. Если честно, новый стайлер. Дайсинг как будто бы укладывает круче, чем предыдущая версия. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это просто мое подсознание мне об этом так говорит. Но реально. И потом буду делать мейк. Кстати, я сейчас использую вот такое средство для прикорневого объема. От бренда Erin Co. Называется оно Rodeo Star. Это такая, знаете, классическая пенка. И что мне нравится. Волосы действительно намного объемнее держатся в течение целого дня. То есть есть уплотнение прикорневое. Волосы становятся чуть более текстурные. Но ни в коем случае не выглядят более грязными. В общем, я наношу их на уже подсушенные, так скажем, волосы. Потому что я мою голову. Потом я хожу, делаю завтрак. Завтракаю, собственно. И волосы до этого момента становятся уже практически сухие. Поэтому я потом просто на прикорневую зону добавляю вот эту пенку. Подсушиваю. И потом уже начинаю делать укладку. Сейчас покажу вам, что получится. Вот так это выглядит. Мне еще так нравится, как у меня пряди подвыгорели в отпуске. И мне кажется, вот эти светлые выгоревшие пряди очень освежают. Поэтому я прям, знаете, не хочу ничего тонировать. Хочется походить вот с такими более светлыми пока что прядками. Показываю вам свой лук. У меня, кстати, новая кожанка. Мне кажется, сейчас очень популярны вот такие вот кожанки с эффектом, точнее, вытертой кожи. Как будто бы это, знаете, такой винтаж. Ей уже лет 20, но она новая. Это наш уральский бренд. Рокланова бренд. Натуральная кожа. У меня до этого было две черных косухи. Я хотела что-то вот такое, как раз таки в винтажном стиле. Чтобы, знаете, добавлять казаки. Какие-нибудь голубые джинсы, рубашку. И, собственно, вот этот образ я и исполнила на себе. Надела очучки, потому что у нас вроде как выглянуло наконец-таки солнышко, которое я очень жду. И теперь побежала в магазин. Друзья, ну что, мы уже пришли в праздник Simple. Мне кажется, этот магазин как раз не так давно у нас в Екатеринбурге. Я уже посмотрела пару позиций, которые мне очень понравились. Я хотела бы их примерить. И я обожаю такое просторное, минималистичное, стильное пространство, как здесь. Пойдемте покажу туфли. Мне они безумно напомнили модель от Saint Laurent. Я показывала вам их в предыдущем блоге из Милана. Здесь каблук, как мне кажется, достаточно удобный. Чуть поменьше, наверное, 7,5 см, что-то такое. Ну и металлический носик выглядит очень стильно. Думаю, что обязательно их примерим. Ну и сейчас уже, я думаю, с примерочной покажу вам, что я выбрала для себя. Друзья, смотрите, какое красивое платье в Present Simple. Оно из 100% шерсти Мирнос. Я его наделала со своими казаками. Здесь вот такая молния. Очень, знаете, во-первых, теплая, конечно. Очень красиво сидит. Максимально комфортная, не колючая. Ну и посадка. Как вам? У меня такого ничего нет, мне кажется, что это очень красиво. Как думаете, что я взяла? Туфли must have. Юбку тоже. Остальное покажу вам в кисточек. Мам, ты можешь раскладывать дальше. Я просто покажу, какую красоту ты сделала. Итак, фирменный пирог с лососем от моей мамы. Салат вкуснейший. С чем он тут? Просто овощи же, да? Овощи, да, маковые. И вот это рулет маковый. Короче, я сегодня везде ничего не ела. Специально готовилась к этому вкуснейшему ужину. Приветики. Да? Да? Да, он сказал привет. А, это он привет. Ну все, привет. Ты уже, Лася, я смотрю, готовишься к Пасхе. Да, это на первое приготовление. Просто ему улетел. Да. И вы как раз прилетите какого часа? Как раз в воскресенье после Паши. Ну я буду тогда заказывать нам куличи. Всем привет, Никитос. Ну что, друзья, воскресенье! Новый день. Мы вчера очень классно посидели у моей мамы. Я особо много не снимала, потому что мы просто отдыхали, смотрели кино и наслаждались временем, потому что давным-давно не виделись. Сейчас я собралась, взяла с собой пакет, мне надо заехать в химчистку, сдать вещи. Потом я хочу забежать, как я уже говорила вчера, в аутфит. Меня ждет мой муж. Мы едем на завтрак. У нас традиция по воскресеньям куда-нибудь выезжать. И мы сегодня поедем в одно из наших самых любимых мест. Я вам его уже показывала. Называется Грейн. Так что погнали! У меня с появлением теплой погоды, весны, желание носить даже каплуки появились. Так, муж сказал, что он не смог подснять нормально мой лук, поэтому покажу его вам я. В общем, я в казачке уже оделась, потому что, в принципе, мне кажется, у нас достаточно сухо и чисто. Джинсы, кожаная куртка, которую я вам тоже недавно показывала, и сумка Лаева. Пойдемте на завтрак. Давайте покажу вам меню. А то, знаете, я вечно делаю обзор на заведения в различных городах и странах. В Екатеринбурге забываю про это. В общем, здесь очень большое меню готовых позиций, но также есть конструкторы. Я обычно беру что-то из готового, потому что конструкторы, по сути, я всегда дома готовлю. Фантастические круассаны. Они, во-первых, безумно красивые. Мне кажется, абсолютно не уступают каким-нибудь парижским инстаграммам. Но и, конечно, самое главное, очень-очень вкусные. Мне еще здесь нравится медовик. Эти тарталетки. Я пробовала, мне кажется, все десерты, и могу и вам их тоже смело рекомендовать. Шакшука. Очень хорошенькая она здесь. У меня авокадо-тост с лососем. Достаточно красивый. Фильтр кофе. И приятного аппетита! Несите всю новую коллекцию. Так, друзья, это Сорель. Давайте покажем эту красоту. Весна. Я сегодня на сайте ползала, все это посмотрела сначала на сайте. Пришла сейчас в аутфит, и здесь это, конечно же, уже все представлено. Вот это, кстати, тренч. У них же тоже в прошлом году что-то черное было в такой кожуре. Да, да, да. Только он был такой овер-оверсайз. Да. Он был овер, да, рука немножко был спущеный, здесь все равно очень-очень. Вот. Это молочная версия. Это молочная она или серая, я не понимаю? Ну, это вот серо-молочная. Серо-молочная, да. Он такой интересный цвет. Сложный цвет, да. Очень красиво. А вот этот уже простой тренч. У него убирается вверх, и можно носить как... А-а-а-а, ничего себе, очень круто. Да. И это тоже можно носить отдельно. А-а-а. Он тоже вид с... Да, вид вроде бы. Класс. Нет, мы просто у нас... Мы не сказали... Подружка-байкер. У меня как раз муж купил мотоцикл. Много в Сореле вот таких вот экстравагантных моделей. Но я думаю, что примерим, посмотрим. Тройки брючные костюмы. Мне кажется, вообще, с чего начинался Сорель, это вот брючные костюмы. Многим полюбились. Так. Что еще? Я очень люблю вот этот бренд. Питерский. А-а-а. Утентиментс. Тоже посмотрим что-нибудь здесь. И, друзья, посмотрите. От бренда Чукс. Очень красивое вот это вот пальто в пайетку. Оно будет переливаться, мне кажется, невероятно красиво на солнце. Хотя у нас, конечно, в Екатеринбурге плюс 15, и уже, наверное, поздновато для этого варианта. Но просто, чтобы вы понимали, как это круто выглядит. Ну вот просто надела белую футболку, джинсы, сверху вот это пальто, и ничего не надо, все. И ты звезда. Так, ну что, пойдемте в примерочную. Будем мерить новинки от Сорель. В общем, я решила примерить этот тренч в сложном бежево-сером оттенке, потому что мне в Сорель очень нравится верхняя одежда. Я в прошлом году, может быть, вы помните, покупала такой как раз-таки молочный, светлый. И вот этот из эко-кожи, из лаковой эко-кожи. Очень схож, кстати, по фасону. Как раз-таки, знаете, тоже такие плечи, талия. В общем, силуэт подчеркнутый. Но я, конечно, прекрасно понимаю, что вот эта вещь на один раз. В ней каждый день не побегаешь. На какие-то мероприятия я хожу не так часто, куда можно было бы надеть такой лаковый тренч. Только что примеряла черный. Черный, конечно, тоже смотрится очень круто. Знаете, просто настроение Анжелина Джоли из мистера и миссис Смит сразу. Но хочется такое взять с собой, что точно буду носить. Поэтому давайте что-нибудь еще примерим. Следующий вариант, это вот такой, тоже из эко-кожи тренч. И это вещь два в одном. Здесь, получается, вот это отстегивается и носится как отдельный кроп-жакет. Сейчас я сниму и покажу, что это можно носить как платье. Видите, с такими плечами открытыми. Ну, здесь, конечно, мне кажется, не хватает еще одной пуговки, чтобы это можно было носить как платье, потому что иначе ты постоянно будешь думать об этой зоне. Видите, я отстегнула сейчас кроп-жакет с рукавами. Получается такое платье. Достаточно строгое, но при этом силуэтное, опять-таки, очень эффектно из-за того, что это кожа, но это эко-кожа. Но мне кажется, что, опять-таки, это не та история, которую я буду часто адаптировать под себя. Но это, конечно, очень эффектно. Я еще подумаю. Напишите, что вы думаете в комментариях, пожалуйста, мои дорогие. Давно хотела примерить джинсы от бренда Chux. Надела вот такие вот с разрезами в размере S. Мне нравится, знаете, такой расслабленный стиль на каждый день, просто с кедами. Конечно, история не для мероприятий каких-то, но вот именно просто для обычной городской жизни. Весеннее настроение за счет такого светло-голубого оттенка. У меня здесь вообще, на самом деле, гора джинсов. Я перемерила еще от Sorrel. Мне тоже очень понравилась вот эта вот модель. Называется Leslie. Померила в размере XS и WS и поняла, что XS мне нравится, как сидит больше. И померила еще вот такие темные от Chux. Тоже очень классные. У меня ничего такого подобного нету. Но как будто бы вот весной и летом я буду носить такое очень редко. Такие, знаете, они более винтажные. Тоже бренд Chux. Классные джинсы, на самом деле, у них по посадке, но история такая. Мне кажется, август, сентябрь. Сейчас уже хочется чего-то более светлого. Сила себе пошла от бренда Chux. С черстяной. Всегда, мне кажется, актуальная вещь, особенно на Урале. И две пары джинс. Я вам покажу чуть позже. В общем-то, выбрала от Sorrel и все-таки от Chux с разрезами. Так, друзья, я уже переместилась домой. И сейчас покажу вам, что я только что взяла в аутфите. Взяла все-таки вот эти джинсы от бренда Chux. Сразу скажу, что я специально взяла на размер побольше, чтобы они вот так вот смотрелись немножко оверсайз. Как вы видите, выбор пал на тиштор с разрезами, потому что все-таки настроение весна, и уже скоро совсем лето. И вот такой вот бушлат в черном цвете. Здесь состав 70% шерсти. Он такой, знаете, достаточно теплый. То есть вот видите текстуру. Но при этом, что важно, он очень легкий. То есть это не тяжелая вещь. А мне кажется, что это классика. Я буду носить это и осенью, и, не знаю, прохладными летними вечерами с футболкой. На Урале это тоже возможно. Собственно, вот. Там на фоне у меня бегает Уилсон, сходит с ума. И поэтому все грохочет. Как будто бы конь пробежал. А это ведь всего лишь котенок. Так что вот, друзья, такие покупочки. Так, ну что, друзья, в воскресенье вечер я решила провести на прогулке. Наконец-таки мы открываем сезон вечерних прогулок по городу. Я обожаю это делать. Всегда об этом рассказываю, говорю. И вот так, как у нас настоящая весна, я решила надеть все свои обновки. Новое пальто, джинсы и пойти погулять. У меня сегодня в компании моя мамочка и брат. Сейчас они вам передают приветик. Приветики. Мама, ты всегда получаешь миллион комплиментов. Так, почему тебе стыдно? Мама стесняется. Вот. Все просят тебя рассказать про секреты красоты. Все хотят, чтобы мы сняли с тобой какое-нибудь отдельное видео. Поэтому надо подумать об этом. Надо подумать. Да. Вскоре они уезжают в отпуск. О, мечтаем. Не мечтаем, а уже едем через неделю. Да. Вот такие дела. Всем хорошего вечера, утра и дня. Когда вы нас смотрите. Ты думаешь, что ты плохо выглядишь, а в реале ты не так плохо выглядишь. Ну, как так, да. Шикарный комплимент. На миллион. Никита, ты мужской. Да. Да, ты, скажи, пожалуйста. Это поднимает самооценку. Это так поднимает самооценку, ты прям чувствуешь себя фея красоты. Крылья, да, появляются сзади? Да, да, да. Ты на самом деле не так плохо выглядишь, как ты себя чувствуешь, что ты плохо выглядишь. Да. Вот это секрет молодости. Да. Спасибо, Никита. Я примерно так сказал. Мастер-класс о том, как подбодрить любую девушку. Обращайтесь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом блог подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Обязательно пишите в комментариях, хотели бы вы отдельное видео про мои покупки за последнее время, потому что у меня их действительно накопилось достаточно большое количество. Плюс я толком не показала вам то, что я купила, когда была в Италии. Поэтому, если вы хотите отдельное видео про мою одежду, про новинки на весну, обязательно дайте знать, потому что в планах такое есть. Ну и тем более сейчас у меня такая красивая локация есть дома, что, знаете, обстановка, так скажем, располагает к съемкам подобных видео каким-то новым форматом. В общем, буду рада вашей обратной связи. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мои другие социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим роликом. А я вам всем желаю прекрасного настроения и до скорых встреч!